Всем привет! Продолжаем улучшать наше распределённое приложение и сегодня предлагаю познакомиться с такой штукой, как маршрутизация или раутинг. Если вы работали с Java плотно, то вы должны знать, что есть такое понятие, как Executor Pool. В принципе, вот этот раутинг, маршрутизация очень-очень похожа на него. То есть, это место, куда мы складываем задачи, предварительно описав, сколько воркеров у нас есть для решения той задачи. То есть, как Pool. То есть, Pool что делает? Он регистрирует обычно какое-то количество возможных трэдов, которые он максимально может, да? Ну и простая версия, по крайней мере, так работает. И в него мы именно в Pool складываем задачи. То есть, мы не выцепляем самостоятельно трэд из пула, а мы складываем задачи именно в Pool. И здесь всё то же самое. Но помимо того, как выполнять непосредственно задачу, можно ещё и использовать как способ маршрутизации более сложный. Давайте посмотрим, как это можно сделать. Раутерпул. Берём нашу backend-систему. Фактор-офф. И здесь мы создадим вот наш раутер. Раутер, да? Весьма необычным способом. From. Конфиг. Вот. GetInstance. И withSupervisor. Strategy. Сейчас мы закроем. И только затем мы выберем стандартный метод props, в котором мы передаём props и название класса. И также нужно ещё задать имя. Имя, имя, имя. Это может раутерзатора или роутера. Теперь давайте самостоятельно ещё опишем стратегию наблюдения. Вау. MyStrategy. Ну или MySupervisedStrategy. В принципе, SupervisorStrategy можно взять дефолтную стратегию и не париться. Можно. Можно даже посмотреть, как она... Как она выглядела. То есть OneForOneStrategy и Decider. А Decider дефолтный, это вот эта вот штука. Давайте я её скопирую. Так, OneForOneStrategy и применённая Decider. И вот эту штуку мы передаём в наш маршрутизатор. Зачем я это сделал? И это нужно делать обязательно, когда вы формируете маршрутизатором, в общем. Смотрите, если воркер, который находится под пулом, ломается, ломается, то как у нас дело происходит? Идёт сообщение наблюдателя. Наблюдатель тот, из-под кого было создано. То есть, по идее, он должен воркер отправить роутеру, да? Но если мы вот эту стратегию не определим, то на самом деле роутер отправит вышестоящему актеру. А тот актер уже будет решать, что делать. И в итоге тот актер захочет, допустим, перезапустить, а он на самом деле перезапустит роутер. А если он перезапустит роутер, то он же потом перезапустит всех воркеров. Так что такое поведение обычно крайне нежелательно. И хотя бы дефолтную стратегию нужно применять именно к роутеру. Так что не забывайте об этом. Ладно, я здесь ещё написал fromconfig, fromconfig, да? Вот вторая важная вещь, о которой я хотел бы поговорить ещё. Это настроить конфигу. Настроить конфигу. То есть идём вот в этапа актера. Пишем новый отсек deployment и пишем название, которое мы дали pool и начинаем описывать клёвые штуки. Что это для начала у нас? Какой у нас тип распределения сообщения? Вообще типов распределения сообщений есть разные стратегии. Я выберу round robin full. То есть сперва первому, потом второму, потом третьему, потом четвёртому, пятому, потом снова первому, четвёртую, пятую и так далее. такс. Ну и совсем простой я создавать не буду. Давайте мы сделаем сразу более-менее интересный presizer. То есть тот, который варьирует величину. нажимаем enable, enabled on, то есть включаем, если так можно выразиться, и пишем lower bound, то есть это сколько минимум воркеров должно быть, upper bound, это потолок. Messages per resize, то есть сколько сообщений должно пройти перед тем, как произошёл, перед тем, как будет resize произойти. происходить. Такс. И теперь есть ещё две функции, которые определяют в сторону увеличения и в сторону уменьшения. В сторону увеличения это если наша нагрузка, threshold, допустим, единицы. это, грубо говоря, когда вот если у нас все 10 воркеров, и у них у всех есть одна задача, то вот они уже под нагрузкой 1. tax, rough up rate 0.25 или вот у нас 10 воркеров максимум, допустим, у нас было 5 воркеров, о, у нас было 4 воркера, у нас было 4 воркера под нагрузкой, и приходит ещё одно сообщение, у нас все они забиты, становятся, все 5, все заняты, и наша threshold, вот он как раз становится 1, когда придёт следующее сообщение. То есть все они заняты, приходит ещё одно сообщение, и вот pressure threshold, то есть пороговое значение единица. Так, ещё раз повторюсь, когда было 4, они были заняты, 1 был свободен, 5 было изначально активных, пришло сообщение, 5 занялся, все работают, всё хорошо, но если придёт ещё одно, вот здесь у нас появляется нагрузка, русская, и принимается решение на увеличение ramp rate, ramp rate здесь передаётся процентов, то есть на 25% увеличить, то есть если у нас было условно 100 рабочих вортеров, 125, это значит плюс 25, то есть стало 125, это в сторону увеличения, в сторону уменьшения backoff трэш-холд, это ресайз происходит в сторону уменьшения, когда доля занятых составляет 30%, и backoff rate это соответственно также в процентах насколько нужно уменьшать, ну собственно вот такая вот и есть интересная настройка ресайза, то есть вы самостоятельно определяете, естественно если вам не нужны какие-то значения их можно отбрасывать, правда вам нужно будет посмотреть какие есть дефолтные настройки, если честно я не знаю, ладно, то есть вот теперь мы можем взять вот наш пул и протестировать его, давайте нашу worker создадим ему задачу, допустим здесь приходит int println так self path to string хотя здесь не обязательно да так и x умножить на 2 ну и пожалуй заснуть по еще желательно чтобы симулировать долгую работу чтобы была нагрузка так давайте еще единица тут ну то 100 давайте нам это fridge ну и отправим отправляем именно в наш пул сообщения все вот такой есть вариант можно запустить посмотреть заодно посмотрим какие имена назначаются worker утром здесь походу у меня один worker работает все время походу походу все время один worker работает ну да то есть все время а ладно здесь просто надо время увеличить можно там еще вот вот время чтобы создать иллюзию но вообще здесь название а b c d давайте я сделаю ну вот как мы видим разная работа разные worker выполняют разные worker выполняют очередность тут очень очень разная кому попало тому попало хорошо ладно вот есть такой вариант организации работы здесь что интересно еще можно сказать в принципе в принципе мы объединили здесь просто 5 одинаковых worker создали вот таким образом под одним роутером но вот это объединение можно сделать и на основе группы то есть можно 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 скажем в настройках прописать те адреса тех акторов которым вы хотите перенаправлять сообщение то есть своего рода группа получается здесь мы один объединили но вы можете и разные акторы использовать и им направлять сообщение таким образом например можно было бы использовать допустим у вас один актор умеет делать одну часть другую умеет другую часть но вместо того чтобы самостоятельно разбрасывать по множеству акторов можно одну точку входа создать и которая будет грамотно разбрасывать вот то есть есть более сложные конфигурации это первый момент вот здесь мы еще выбрали каким образом распределяется задание это раунд робин но есть и более сложные стратегии по-моему должна быть случайная стратегия например я знаю что есть еще по хэшу как-то организовывается сейчас уже не помню ладненько скажу так есть разные стратегии каким образом распределяются сообщения это первый момент и есть разные способы сгруппировать несколько воркеров под одним маршрутизатором здесь я вам просто показал что такой финн присутствует и как можно один из вариантов реализовать и не забывайте обязательно переопределять стратегию это очень важно потому что дефолтное поведение супераутера он не обрабатывает ошибки которые возникают в воркерах он присылает их вышестоящему а там поведение не то которое вы всегда хотите помните что если перезапустился родитель то все дети перезапускаются на этом я предлагаю закончить хотел еще рассмотреть как это называется там работу 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 по расписанию но работу по расписанию я вспомнил что я уже рассматривал у меня есть видео про Play Framework и там правда у меня их всего два но во втором я говорил именно про то каким образом можно организовать у акторов работу по расписанию так что повторяться я не буду если хотите можете посмотреть его на этом пожалуй все see you next time то что я не Продолжение следует...